Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире Васильевский остров и у нас в студии председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко. Здравствуйте. Добрый вечер. Наверное, будет логично, если мы начнем наш разговор с оценки эпидемиологической ситуации в области. Вот какова она, каковы тенденции. Я прочитал, что с сегодняшнего дня в Киеве опять ужесточают карантинные все эти меры. Как у нас ситуация? Действительно, это наше больное вопрос. В принципе, ситуация стабильная в Днепропетровской области. Что меня тишит, что за последние недели не было летальных случаев. То есть на сегодня у нас всего 23 летальных случаев и ни одного человека нет на подключении до ШВЛ. То есть это свидетельствует о том, что люди в достаточно стабильном состоянии, даже если они госпитализированы, они по госпитальных базах, где у нас есть профессиональные медики. Мы их обеспечиваем, вы знаете, постоянно и обладнанием, и масками, и респираторами, и всем необходимым. То есть ситуация достаточно наразе прогнозована, но есть риск, что до второй хвилии расповсюджения на COVID. Вы видите, что по стране какая-то статистика. Нам главное втримать эту ситуацию, чтобы люди не скупчировались и в транспорте громадном не ездили без масок. Потому что это основная загроза. Люди подумали многие так, что если немножко ослабили, значит все, все закончилось, можно отдыхать. Чем закончилась детективная история была, которая с тестами. Я помню, даже нам первый, по-моему, или второй этап послабления сразу не дали, потому что у нас там статистика тестирования была какая-то неподходящая для ослабления. Потом была вот эта детективная история с заменой руководителя лаборатории и так далее. Чем это закончилось и какова сейчас ситуация с проведением тестов? Наразі стабильно працює областний лабораторний центр, який є власне центральною лабораторией, яка переверяє на ПЦР. А зараз, до речи, не тільки методом ПЦР, ПЛР, выпробуют на COVID-19, пробы, матеріал биологичный. Но и метод ИФА, так называемый. Это новый тип тестирования. Это быстрый эспресс. Они, да, за 2-3 часа показывают результат, ПЛР трошки дольше. То есть у нас наразе працює три лабораторії в области. Оця областная лабораторная центр, вона є найпотужнейшей базой. Но за помощью того, что в лабораторії, в областной лекарне Мечникова, мы докупили обладнание, сучасное, американское, вона зараз датна до 1000 ПЛР результатов выдавать на добу. Это, мабуть, найпотужнейшая в Украине, там окрім в Киеве, где-то стоит. В чем закончилась история ВЛЦ? Заменой керевництва. И там спільная комиссия с киевских экспертов и наших, днепропетровских, доследила, что действительно был факт. В чем там была суть этого, не знаю, конфликта, всей этой истории? Потому что разные источники трактуют ее по-разному. Суть такая, что некорректно были поставлены, деяка кількість проб была некорректно визначена. Спочатку, как позитивные, потом, как подтвердилось два раза, что они негативные. И повезли проби до референс-лаборатории в Киев, яка, как арбитр, выступала. Вона показала, что сумнівные проби, привезли еще раз у тех же самых людей, взяли проби. И выявилось, что они негативные, только здоровые. А что, это не профессионализм или, не знаю, заговор какой-то? Я не буду вважать это за наговор, непрофесійность. Был факт порушения методологии и процедуры. Что это было? Чи в тома люди працювали до ночи, Чи непрофесійность, чи халатность, ну, разные случаи. Но, как следует, главный санитарный лекарь Украины Ухвалил решение заменить керевництво, что и было сделано. И за 2-3 недели мы восстановили мы и количество, и качество процедур. Тобто, сейчас все работает стабильно. И мы за всеми, трьома показниками, которые исследует МОЗ, перед тем, как давать право на послабление, Мы в зеленой зоне. И, до речи, мы были в числе первых областей, которым позволили по количеству тестов Работать ослабление. Власне, мы даже тогда, когда нестабильно працювала лаборатория, Все равно мы добились того результата, Что на день у нас там было где-то 350 тестов на день. Сейчас, сделано анализов, сейчас в среднем это 700 тестов на день Дніпро-Пестаровской области анализуются с результатом по ковиду И методом ПЛР, и методом ЭФАР. А кто эти 700? Это просто желающие? То есть, допустим, я могу прийти, скажу, сделайте мне тест, еще что-то. Либо люди с симптомами каких-то вот простудных заболеваний. Есть несколько категорий людей, которые автоматически подпадают под тестирование. Это медики, которые работают с ковидом. Это люди, у которых есть симптомы, они сами подзвонили, И их семейный лекарь направил, потому что действительно есть симптомы. Это люди, которые были контактными с теми, у кого подтвердился ковид, То есть, члены родины или друзья. Их автоматически отправляют на тестирование. У нас есть 100 мобильных бригад по области. 100. То есть, это люди с машиной, и медсестра, которая в специальных засобах защиты берет правильно за процедуру пробу, Везет ее в эти три лабораторные центры. Это два в Дніпре и один в Кривоморозе на базе центра СНИДу. И они уже, сгідно с протоколами МОЗу, дослеживают, И наприкінці дня выдают результат. Черги сейчас нема. Помните, у нас в травмі была ситуация, когда 2-3-4 дней нужно было ждать. У Киеве, до речи, вы знаете, что 14 дней, 2 недели нужно ждать на результат. У нас вообще не нужно. То есть, в ранее сдали, в вечере есть результат. То есть, мы нарастировали работу таким образом, что вообще не нужно ждать. Вы так же можете сдать, до речи. Хорошо, спасибо. Скажите, пожалуйста, как пандемия, карантин влияют на экономическую ситуацию в области и на реализацию областных социально-экономических программ? Ну, там, не знаю, что с урожаем, к примеру, у нас, как производство. Тот же урожай его, к сожалению, онлайн, там, на удаленке не вырастешь, не соберешь. Вот. И какие антикризисные меры могут быть предусмотрены и реализовываются в областной администрации? Так, мы запустили по экономических параметрах, в принципе, по срастанию экономики, дослежения и такую программу, можно сказать, бизнес под час карантину. Я особисто и мои заступники выезжаем до проведенных предприятий, до средних, крупных, спелкумысь с топ-менеджментом, с властниками. Какие проблемы? Как вы вышли из карантина? Какая выручка? Чи есть прибыль? Чи вы сбитковый? Какая поддержка необходима? То это живое спелкувание, потом, с подвольными встречами, которые сопроводят уже конкретные операционные вопросы. Отже, я уже на сегодня проехал, мабуть, больше 10 предприятий, особенно. Что я бачу по социально-экономическому возрастанию? Компании адаптуются, навіть под час эпидемии. Тобто, они чи находят новых клиентов, чи намагаются выйти на новые рынки. Так, я в большинстве, в мере, спелкуваюсь с компаниями, яких є экспорт. И это для них, знаете, шлях до порятунку, можно сказать. Экспортные рынки, экспортная валютная выручка, навіть те, что была эпидемия в Евросоюзе, но все решти экспортные рынки допомагают втриматься в плюсе. Тобто, они прибутковые, они не звольняли работников. Деяка кількість компаний у квитня, это самый сложный месяц, був, отпускали их на половину заробітной плат, чи на дві третини додому працювати. Але все равно, вони не звольняли, вони платили заробітні плати, що для нас дуже важливо, щоб не было социальної напруги. И есть выручка, есть прибуток. В целом, что можно сказать по темпах приросту, экономичного возрастания, по тех предприятиям, с кем же встигли попрацювати. Другий квартал будет трошки ниже, чем в 2019 году. Тобто, падение есть. Виробничество и продаж, это объективно. Это второй квартал, где 5-7-10%. Все ждут, что косинь не скатится, все-таки будет падение. Да, если взять первые 6 месяцев, первые половины 2020 года, то в нуль до 2019 года, в нуль спрацювало. Потому что первый квартал был трошки выше, второй трошки ниже, в целом в нуль. И что до податковой базы, я бачу по областному бюджету, что есть падение на 10-15% в плане, и десь на 5-7% в 2019 году падение в податковых надходах. То есть, можно сказать, что экономичные падения десь в этих межах 5-7%. Что будет дальше, поднимемся по третьему кварталу. Но что мы делаем? Наш отдел по работе с инвесторами, который делает максимально спрощенные процедуры по открытию новых бизнесов, помогает шукать майданчики для размещения виробництвов, потому что мы фокусуемся на допомозе малому, среднему, крупному бизнесу открываться швидко, безкоштовно, без хабарей, эффективно и помогаем им шукать эти майданчики. Потому что это проблема. Наразі найти технологичную площадку с коммуникациями, где есть электроэнергия, газ, вода. Оцеподключения мы помогаем им делать швидко, без хабарей, эффективно, чтобы они работали. ПРАЦЮЙТЕ. Наша задача – створювати умови, прибирати перепону. Есть такие, что запускаются? Да, есть. И, до речи, это медичная галузь, потому что она сейчас актуальна. То есть мы в этом плане им помогаем. Конечно, некоторые экономические программы довелося откласти. Например, наш форум Дніпроэкономикфорум, экономический майданчик для встречи инвесторов потенциальных и наших предприятий. Перенесли, объективно, на жовтень, листопад. Да, надо посмотреть, куда оно и что. Да. Зараз не можем… Дуже много было гостей из Европы, из Азии, до речи, мы запрошили. И были подтверждения делегаций по 10-15 человек, из Чехии, до речи. Також много предприятий хотело приехать. Не можем провести, транспорт не работает. Это ситуация всех, да, коснулась. Такий вопрос немножко еще о такой, не знаю, политический, жизненный. Последнее время все очевиднее становится противостояние Днепропетровской, руководителей Днепропетровской области и руководителей Днепра. Вот в чем, на ваш взгляд, причина этого противостояния? Кто и зачем затеял этот междусобойщик? Кто и на каких условиях должен зарыть этот топор войны? Ну, войны, которая, в общем-то, как любая другая, ничего хорошего не сулит. Я согласен, что какие-то неконструктивные разумы или перемоги, они не приводят до результатов. Мне тоже хочется, чтобы мы максимально эффективно співпрацовали с всеми мерами. В принципе, я это пытаюсь делать в своей особе, в особе своей команды. То есть, сказать, что у нас есть какой-то прямой конфликт с мером Днепра, я не могу сказать, что он какой-то надрывный, открытый. То есть, если нужно позвонить меру, я сейчас могу позвонить, и он мне также телефонует, какие-то рабочие вопросы мы решим, потому что я, в первую очередь, ставлю себе свою команду как команду профессионалов, которые решают какие-то вопросы. Может, кому-то это интересен, кому-то этот конфликт, и кто-то его нагнетает? Ну, смотрите, этот год, он объективно, он объективно, он был годом местных выборов, поэтому такая атмосфера трошки нервовая есть и будет аж до конца... ...саме в перспективе и в разрезе выборов, а не просто потому, что ситуация такая. Это будет, я это понимаю, все это понимают, поэтому моя задача, моя роль, это заниматься социально-экономическим розвитком нашего региона и включающим местом. Я сделаю все, в том числе и по диалогу с мером того или другого города, чтобы этот развиток произошел. Как это я буду делать, насколько эффективно покажет время. Но, в принципе, если мы говорим о COVID-19, наши все встречи про работу областной комиссии ТЕПТНС, когда мы открыли метрополитен, когда мы открыли торговые ТРЦ или фитнес-клубы, то тут мы працюем, можете передивиться хронологии, очень синхронно с мерами всех мест, Кривого Рога и Дніпра, то тут у нас нема никаких стиков или конфликтов. Мы дозволили областной комиссии працювать театром, культурным и фитнес-центром. В тот же день, после нашего решения, местная влада дозволила. Тут мы працюем очень синхронно. Можно ли считать, что это говорит о том, что и у областной власти, и у власти, мы сейчас говорим о Дніпре, все-таки есть понимание, есть ответственность, есть понимание того, что за какими-то своими интересами политическими, связанными с выборами, все-таки есть и преобладающие интересы жителей города, жителей облагообласти. Я это абсолютно разумею и поважаю как раз ту ситуацию, что она сложная с медической точки зрения, социальная. И я всегда так вибудовываю диалог, что, хлопцы, давайте мы решим все социальные болючие вопросы, медиков захистим, премии выплатим, обладнание поставим. Потом все эти решты вопросов и диалогов эмоциональных. То есть я в работе вообще от эмоций отходу. Хорошо, тогда скажите, пожалуйста, сколько, наверное, политики тоже в следующем вопросе, в следующей теме. Вот два, наверное, самых актуальных и востребованных инфраструктурных проекта здесь у нас в области, в городе, это строительство аэропорта и строительство метро. Эти проекты почему-то тоже стали такими жаркими, плацдармами боевых действий. И если споры вокруг нового аэропорта, они как бы начались еще до вашего назначения, где строят здесь или в Синельниково, ой, в Соленом, то споры вокруг метро, они вот совсем свежие. Я имею в виду споры, не споры, а разрешения на те же взрывные работы. Городская власть упрекает или, что упрекает, обвиняет прямо какие-то областные институции в том, что намеренно не дают этих разрешений на взрывы. Вот на ваш взгляд, какова ситуация? Действительно, там есть политика, есть какие-то непонятные вещи, либо все-таки история нерукотворная, как о ней говорят? Смотрите, если говорить про аэропорт, просто чтобы информировать наших жителей, сейчас уже закончится проектование, будет сделана экспертиза, будет цифра, сколько будет стоить, будет стоить в стране. И мы должны, как я уже сказал, в вересне-жевете начать строительные работы. Для нас это важно в этом году, чтобы это было действительно сделано, начать строительные работы. И инвестор уже готовый, даже не ожидая початку работы по смузе с боку державы. То есть уже в этом году могут начать строительные работы по полосе? Свою работу по терминалу инвестор готовы уже починать, потому что они уже спроектовали, у них трошки швидше, потому что приватная компания и проектование, и все эти экспертизы проходят. Они уже понимают, с чего начать. То есть, эта принциповая домовленность для наших мешканцев области, я думаю, это очень важно, что домовленность, что начало строительных работ, инвестор будет делать, это есть. То есть, проект, он сложный, инфраструктурный, очень много, я же говорю, институций, Министерства инфраструктуры, много дочерних предприятий, там еще есть Южмашавия, которые там стоят окремо, мосередки. Понятно, что это 100 метров в плитке тротуарной положить. Да, очень много погоджений и так далее. Там уже документов, мабуть, 35 документов, которые уже были погоджены в протяжении этого года. И, до речи, на этом неделе завершается передача уже остальных дельянок земель с приватной власти. Там были люди, физические люди, которые были какие-то дельянки по периметру нового аэродрома, где будет продолжена смуга. То есть, уже отдало и государству, Министерству инфраструктуры, все можно строить, потому что это земли от выхода. Хорошо бы. Да, ждем. Значит, что до метрополитену, до речи, эта история с правом на выбухи, то есть, дозвольная документация на выбуховые работы для тоннелев, она началась еще тоже до меня, на самом деле. Да, ей же уже эта история больше года. Да, где-то год как раз. То есть, может быть, в червне или липне началось. Я еще тогда не начал работать, поэтому история, на самом деле, это операционное вопрос, как я его вижу, которое сейчас, снова-таки, под влиянием того, что там наближаются выборы, или какие-то, может быть, там, ризики додатковые для себя. Ну, коллеги, которые обнимаются этим вопросом, цего проекта, преподносятся, или там субъективно, как-то, какие-то акценты ставятся. Но, в принципе, это вопрос, на уровне юристов, оно мает решить. То есть, это областное отделение Держпрации, действительно, которое занимается вопросом дозволов, там, герничное отделение, которое самым дозволами на выбухи занимается. Держпрации подпорядка, соответственно, Киевскому Державному Агентству, Державной службе прации, то, соответственно, до Министерства экономики. Есть, соответственно, вертикаль, сбираете документы, подрядник мает сбирать документы, принести, их мает ухвалить. То есть, чего это не выходит делать один год? Ну, может, у кого-то есть опасение, что, а вдруг что-то? А они мают завжди быть. То есть, это действительно очень важное, безопасное питание. Хотя это, в общем-то, математический, просто какой-то там специализированный просчет, замеры сделали. Там мают быть соответствующие комиссии. Это очень важное, на самом деле, питание, потому что линия метрополитена проходит по самому центру. Будет очень много домов, где люди живут. И это действительно непростое питание. То есть, не можно сказать, что собрали документы, юристи подивилися, держпрация ухвалила. Других же методик тоже, наверное, эффективных нет, кроме взрывных этих работ. Так, поэтому, действительно, комиссия держпрации мает ухвалить, что они погоджуются и берут також на себе ответственность, когда они дают дозволь на эти выборки, что все будет гаразд. Но, если они не дают уже год, значит, они бачат какие-то риски, что не все гаразд, или некоторых документов не всегда вистачают в этом пакете. Поэтому, действительно, мы в очень активном диалоге находимся с компанией-підрядником турецкой. Они обратятся к нам за допомогою. Но этот проект имеет очень четкую структуру и архитектуру. Есть замовник, это МИСКРАДА у особи коммунального, коммунального, коммунального предприятия. Есть подрядник, обраний на международном тендере, это турецкая компания «Лимак». И есть спонсор, это ЕБРР, Европейский банк реконструкции и развития, который под гарантией Минфину надает кредитные деньги. Вот такая конструкция. Так деньги закончатся, а мы еще и даже в метро не спустимся. Аналогичный проект, до речи, у Харькова тоже. МИСКРАДА, подрядник ЕБРР. Ну, они же как-то працуют, они будуют новые станции, тоннели будуют. У нас наразе, насколько я знаю, за 4 года, этот проект уже тревает 4 года, я думаю, что из 2016 года, обрали подрядника. Из 9 километров тоннелей побудовали 120 метров, там 120-150 метров. Так как они, с совочками же нельзя вырыть. Ну, понимаете, за 4 года этот результат не является принятным, я думаю, для громады города Дніпра, поэтому треба, я думаю, трансформировать менеджменты и взгляд, подхід до управления этим проектом, потому что это тоже великий инфраструктурный проект. Но мае быть у него керевник, ответственная особа, нехай они разбираются. Ну, наверное, такие тоже есть, просто если запретить копать, то яму же не выкопаешь. Правильно? Но если отримать законным чином дозвіл, то, пожалуйста, будьте. Ну, понятно. Будуйте. Я-то... Ладно, это мое мнение, я не буду говорить. Давайте немножко еще вернемся к выборам. Я просто что хотел узнать. Какова роль областной администрации в этом процессе? Процессе чего? В местных выборах. Городских голов, местных советов. Есть ли какие-то задачи? Облдержадміністрация опікуется, знов таки, социально-экономическим развитком региону областей. Тобто, у нас есть много программ, проектов, я вам уже там розповедал, проектов «Безпечные дороги», проектов «Территория комфорта», проектов «Родины затишек», когда мы имеем детей в малые габаритные домики, присутствуем. Как-то тут не читается жодная политическая адженда, как-то скажет. Тому есть областная организация политическая, от партии «Слуга народу», она занимается политическими вопросами. У нас есть отдел внутренней политики, единственное, что можно, это, которая собирает статистику и готовит округи административно-организационно, чтобы там были выборчие комиссии, связываются с Центральной выборчей комиссией, но это сути технические, организаторные вопросы. Что до политических каких-то задач, тут нет таких. Кто же вам скажет. Поэтому такой информации нет. Я занимаюсь социально-экономическим развитием. Тогда, наверное, последний вопрос у меня как раз у нас о социально-экономическом развитии. Хотелось бы услышать что-то хорошее, обнадеживающее. Я имею в виду о проектах и программах, намеченных к реализации в этом году. Каковы они и какова вероятность их выполнения? С учетом, конечно, ковида и всех существующих ситуаций. Как я уже сказал, программ много. То есть у нас, мы подраховали, где-то таких активных проектов, где-то 20. Это, как я уже сказал, безопасные дороги. Будемство 100+, это почти 100 объектов будильных. Это великое строительство. Это 5 школ, 5 садов, 5 стадий. Это проект территории комфорта. Комфорта – это 15 скверов. Цей проект родины с затошек – это 5 маленьких габаритных домов. Это планы. Это то, что было записано в программе. Мы еще в стратегии. А реально, что вы все-таки... И реально, пока что, мы все эти проекты запустили. Ось 10 скверов, например, уже строятся. 5 мы начнем в липне месяце. Из строительства 100+, большинство объектов строительства, мы только 15 где-то призупинили. Дивимось на финансы, насколько у нас надходление податков позволяет продолжить их строительство. То есть, большинство проектов, как бы сложно ни было, мы продолжим тягнуть, вести до их реализации до конца 2020 года. То есть, наша стратегия у грудня, которую мы презентовали 19-го, мы пока ее выполним. За певречья, до речи, я буду делать в липні звит за певречья, за первые два квартала. И прозвитую публительно, что уже сделано. Например, по дорогах, проект «Безпечная дорога». Мы должны где-то 120 км капитально отремонтировать. Вже майже 40 мы отремонтировали, сдали эксплуатацию. По ним уже ездят люди, машины. То есть, 40 за три, три с половиной месяца – это не так уж и мало, и достаточно непоган результат. Ось, два недели назад открывали в Чумаках будильню для гуртожиток, для внутрично перемещенных осіб. Также на 60 людей новая будильня для внутрично перемещенных осіб. Это очень хороший социальный проект. Люди из Луганской, из Донецкой областей отримали свою домовку. И квартиры, и там есть часть, как гуртожитка, кімнаты, но и собственные кімнаты. Это очень классный, качественный проект. И там, до речи, не только бюджетные деньги, а большей мерой – это Украинский фонд социальных инвестиций. То есть, внешнее финансирование, грантовое. То есть, я про то, что мы большинство проектов закончим, реализуем. Для меня очень важный проект аэропорта, проект дорог, потому что у нас есть еще проект Украфтодоро, это Дніпро, Решетилевка. Чтобы мы были связаны напрямую с Киевом. И вы участвуете в этом, администрации? Дуже активно беремо участь, потому что мы помогаем отводить земли под эту дорогу. То есть, мы владеем эти вопросы. Мы еще, до речи, и надаем гроши на проектование некоторых делянок дорог по области Украфтодоро, потому что они там не встигают, что у них там не вчасное финансирование надходят. То есть, мы идем на зустріч, и уже близко 3 миллионов гривен надали им на проектование. И мы очень, вы видите, постоянно выезжаем, контролируем, что не встигают, какая-то необходимая помощь, владнать с ОТГ или с райдержадміністрацией какие-то вопросы по ходу строительства. Это тоже очень, мы постоянно помогаем. Ось, ну, а повертащись до вашего вопроса, какая еще у нас роль? Роль по местным выборам, я вважаю, что это налаштовать очень эффективный диалог с областной радой и с районными радами. Ось, это задача как раз облдержадміністрации. После выборов и до выборов мы должны иметь очень активный, конструктивный диалог с областной радой, в которой бы конфигурации она не запрацювала после выборов, и с районными радами, радами ОТГ, потому что в рамках децентрализации уже больше финансов идет до ОТГ. Будемо знаходити цей диалог, це наша задача, і моя як керівника. Мы искренне вам желаем успеха в этом, наверное, все-таки непростом деле в условиях децентрализации. Спасибо вам большое за эту информацию. В июле у вас отчет, да, вы сказали за полгода. Я надеюсь, что мы тоже его услышим, может быть, еще и в этой студии об этих делах поговорим. Спасибо большое, спасибо, уважаемые зрители. У нас в студии был председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok